Привет всем! Внимание, народный буддизм. Какое-то время назад, даже несколько лет назад, мне встретился очень интересный концепт, который меня поразил своим изяществом. Я тогда копала старые буддистские легенды японские, и вот нашла такой поразительный образ. В общем, наверное, вы задумывались, как и я тоже, о том, вот смотрите, плохие люди, они попадают в ад. А что если у нас есть хороший человек, но он натворил кучу всякой фигни, и вроде как в ад его жалко, но куда же его еще? Например, вот у нас есть замечательный благочестивый монах, который очень любит ходить налево, то есть вообще ходить по бабам. И мы точно знаем, что у него есть несколько внебрачных детей. Вот что с ним делать? Ну, согласно одной из легенд о снисхождении в ад, с такими людьми происходит следующее. Они попадают в ад, но в аду есть маленький домик, который принадлежит бодхисатве Джизо. И в этом домике очень хорошо и прекрасно, и можно дальше слушать буддистские проповеди. И никакие мучения адские тебя не касаются. И вот в этом маленьком домике они и живут. Концепция маленького домика меня очень заинтересовала. И я стала копать дальше. И выяснилось, что, скорее всего, она происходит из китайских концептов, в котором тоже есть концепт вот этого маленького домика в аду. Но помимо маленького домика в аду, есть еще подземные раи. И вот этот маленький домик в аду, он по всей видимости является каким-то вариантом подземного рая. Что такое подземный рай? Подземный рай – это более достижимый рай. То есть не небесный, куда тебе довольно долго придется стремиться, а более доступный, который вот у нас под ногами. Пришел он, вот этот концепт в буддизм, скорее всего, из даосизма. По крайней мере, именно у даосских мудрецов встречается тоже образ подземного рая. На чем он строится? Скорее всего, он строится на подземных пещерах, на пещерах, которые бывают очень красивые, в которых, ну я не знаю, вот есть все эти сверкающие кристаллы и так далее. Они, конечно, доступны. И даже если даосские мудрецы сами в них не были, то они, конечно, слышали истории тех, кто там побывал. И вот интересно, я потом вспомнила, что мне это встречалось ведь и даже в литературных источниках. Например, в путешествии на запад пещеры некоторых демониц, в которых гостил Сюанцань, они очень сильно напоминают такие подземные раи. То есть они описываются как место, которое выглядит как рай. Там даже солнце вроде светит, хотя это пещера. И я думаю, она тоже вроде как оттуда. Ну вот интересно, может быть, кто-то еще вспомнит такие образы. Ну что ж, спасибо всем, пока-пока.